добрый день итак начнем наши уроки использующие видеоролики значит до сих пор мы пробовали обучаться в практике только по теории значит мы уже узнали что как писать на правильно тексты как составлять семантическое ядро там ключевые слова выбирать почему нужна перелинковка и все такое в общем вы прочитали те книги что я вам дал часть той книги учебника которую я вам предложил где-то до 40 страницы и у вас есть достаточно знаний по теории теперь это все нужно использовать на практике значит первым делом профи советуют выбрать тематику для сайта изначально вы должны знать о чем будете писать если обращаться к учебникам то там даются разные алгоритмы по которым вы можете выбрать лучшую тематику для вашего сайта по этим алгоритмам вы должны брать скажем одну тему его ключевые слова посмотреть как как много запросов на эти темы как много рекламы на эту тему дается насколько это дорого и так далее но это нужно профи для того чтобы брать одну тему сделать сайт на эту тему и получать скажем доходы от контекстной рекламы нам это пока не нужно нам всего лишь нужно правильно писать тексты правильно делать перелинковку постараться чтобы наши все новые статьи быстро очень индексировались выходить на первые места по низкочастотным и среднечастотным запросам то есть доходить скажем чтобы наш сайт посещали именно по поиску находили ну как минимум 100 человек месяц то есть первые азы поэтому нам не нужен этом это потом мы уже этому вернемся на данный момент нам проще выбирать тематику сайта исходя из того что нам нужно если вам нужен какой-то скажем у вас бизнес вы хотите его раскручивать значит нам нужно писать про свой бизнес если вы хотите заниматься торговлей там так далее или млм или же пишите про то что вы знаете хорошо например если вы имеете какое-то хобби и можете писать про это хобби новые интересные статьи то лучше писать об этом я же вот например сделал несколько сайтов где я просто беру учебники старые и мои несколько сайтов вот посвящены этому это бесплатные учебники я не сам ничего не пишу просто оттуда сканирую и ставлю это уже на ваш вкус это ваш ваша первая попытка так что сами выбирайте что вы о чем вы хотите писать что важно в этом случае вот например я что важно при выборе тематики естественно важно в первую очередь доменное имя например вот посмотрите я новых доменных имен не открывал но вот на примере этого сайта я решил сюда вложить скажем тексты из учебника да шкупira школьную математику значит у меня доменном имени это по down и есть слово математика заголовки сайта и global математика и школьная математика потому что основное слово по которой я буду расплачивать этот сайт это именно школьной математики учебники по школьной математике здесь выбор правильный какой пример скажем право гер лег что я сделал сайт а здесь вот например сайт пишу большое если бы он в доменном имени, было бы слово Faberlic. Его нет, потому что этот сайт изначально был про другую компанию, а потом уже я начал тут писать про Faberlic. Вы же, если хотите писать про какой-то свой бизнес, то важно, чтобы слово Faberlic в вашей компании там было. Другой у меня сайт, скажем, про MLM, он начинается со слова MLM 2.0. Все такое. Или вот для примера, я начал писать, вот именно для этих уроков, начал писать новый сайт по созданию сайта. Вот здесь вы видите, что есть Web Studio слово. Правда, это уже не под домен, а в отдельной папке, вот старого домена я добавил папку и туда устроил WordPress, пишу WordPress. В общем, главное что? Для вас главное, чтобы по возможности, вот ключевое слово, той темы, которую вы выберете, было у вас в доменном имени. Если же у вас это не получается, скажем, все занято, или не можете найти что-то подходящее, то постарайтесь выбирать имена покороче, позвучнее, чтобы легко они запоминались. Есть и такой подход, если вы хотите продвигать свой личный бренд, очень часто профессионалы называют свои сайты просто своим именем и фамилией. Хотя, я повторяю, самое лучшее, если вы пишете про какую-то конкретную тему, а не просто блог, то лучше, если это слово там будет. Вот, собственно, на данный момент все, что вам нужно знать о том, как выбирать тему. Еще раз повторяю, для новичков лучше выбирать ту тему, которую вы хорошо знаете, про которую вы можете писать побольше интересных статей, которые будут уникальны. На этом пока все. Продолжим на следующем уроке. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...